готовимся сейчас готовимся к записи программ а можно тоже увеличить при так или они или ближе вообще-то что-то не мешало да а вот так вот а снизу так что пока кто не подключился еще вот но уже рассказывал что происходит сейчас есть такая творческая кухня у нас и вчера делали записи вместе с кифой были здесь в студии и сегодня продолжаем сегодня у нас продолжение интересно побеседовать многие темы такие поднимались такие в эти дни такие интересные вообще о божьей благодати вообще да обо всем вот и кстати вот пока еще готовится пока активность у нас трогает час то расскажу пару слов там таких размышлений таких ну как бы так может не очень радостных но как бы нужных размышлений значит размышления о том что порой а вот анекдот расскажу анекдот который раскроет как бы суть этих размышлений значит так короче православный католик и протестант попадают куда-то туда на небеса уже вот господу насчет и а и господь с ними беседует значит вначале вызвал там католика допустим вот ну где-то там полчасика там или часик нет этого католика они там за закрытыми дверями сами беседуют вот а с павлом беседу с апостолом павлом да правда такая причине канонической короче с павлом беседует с апостолом значит туда-сюда но где-то часочек нету их но потом католик выходит с павлом вы извиняете вот да павел слушает мы ведь так вот начудили все таки да вот как-то не правы были ладно да переборщили где-то да с марией там делами там с папой вот значит потом православный зашел на счет раз и вот там пару часов нет допустим раз на что там тоже снова выходят там и тоже православный тоже извиняется перед павлом прости да мы тоже вот нащутили вы это конечно на всякие догматы всякие неправильные вещи это делали вы короче прости ну ладно и против протестант зашел значит час нет 2 нет 3 нет 5 нет а ну не за сколько много часов короче что такое да что в чем они могут его беседует короче выходит вместе с протестант вместе с павлом и павлом весь такой взъерошенный это же я написал это я написал этот протестант нет смотри написано же вот короче короче как бы вроде как бы анекдот причину с таким смыслом что да 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 в тему в тему религиозности да и действительно иногда за что ли нас бывает больше мы смотрим вытяживаем комара да а пропускаем до салона верблюда и всего остального кстати вот я так тоже размышлял вот я за эти последние 20 лет до много общаясь протестантами очень много с разными протестантскими церквями и не в обиду никому будет сказано но вот подавляющее большинство с кем я вот общался за эти годы да все таки не у всех конечно есть много очень смиренных таких хороших братьев-сестер вот значит но у большинства именно конфессионально это как гордыня такая что вот мол православным католикам как бы ну как до пекина пешком короче далеко вообще вот до светлого будущего значит вот а я так рассуждаю что знаете вот в чем-то даже и православным и католикам проще даже вот каяться в чем-то и исправляться вот изменяться в чем-то да вот вот чем вот как в том анекдоте да да чем протестантам ну всем по-своему сложно короче по-своему всем сложно вот но такое наблюдение как вы сделали тут тут знаешь вот вопрос мышление да если человек умеет мыслить да вот мой сын да он то есть начать ну да пытались его научить да там там два плюс два четыре три плюс три девять там цифры да и так далее ну понимаешь он зазубрил там четыре года было знаешь дело вот он зазубрил 1 2 3 4 5 6 а связать это с реальностью не может просто то есть мышление еще до он эту информацию воспринимает на уровне вот вот так есть так должно быть догмы 15 минут такой он признать да 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 то есть вот так есть и все без малейшего понимания то есть вот есть троица бог есть троица и повсета без малейшего понимания там непорочное зачатие мария непрочно значит а и все без без малейшего понимания то есть и на самом-то деле не важно это правда или нет если нету понимания это тебе не помогает это только вредит потому что когда мы начинаем ну хорошо да один два три четыре пять да положили там бананы на стол посчитай да смысле посчитать ну сколько банан до 8 откуда ну так с памяти просто вот как он берет в память да ну поймешь да то есть он запомнил цифры он называет памяти просто цифру но не связано с реальность сейчас уже он понял один банан два банана три банана 4 и спрашиваешь сколько если еще один приложить сколько будет 5 ему не нужно запоминать уже эти все он начинает осознавать и понимать да это уровень просто мышление начинает расти но на самом-то деле где-то на таком уровне люди в церквях останавливаются то есть без малейшего понимания и практического применения то есть мы открываем атласы и учим когда вы заучиваем звезды карту и так далее но ни разу на небо не глянули то есть мы знаем всю карту да мы знаем как там звезды есть ну да ну ну понимаешь по атласу звезды и реально звезды это большая разница эта проблема не конфессионально вообще общечеловеческая беда такая проблема и наша задача то есть да бог живой все знают что бог живой и что дальше как это помогает тебе в жизни не ну я верующий я в ад не еду это это на уровне каких-то концепций вот таких без малейшего понимания потому что так сказал пастор потому что так научили а а личного понимания ноль то есть я понимаю я не против до атласа я не против цифр но порой иногда можно просто играться это больше даст чем цифры придет время будут цифры придет время понимаешь да то есть сначала сначала лучше лежать с сыном и смотреть на звезды на звезды да и показывать ему конкретные вещи вот это там то вот это давай тут начерти квадратик оттуда что видишь оттуда обычные такие моменты а потом открываем атлас через годик о я это видел то есть он свою реальность уже переносит и узнает и этот атлас теперь на тебе помогает ему разобраться во всем небе или карта там понимаешь да ну да да вообще скажу и у каждого человека свой путь конечно определенный путь тоже на господу путь свой определенный и у кого-то начинается больше с теорий да у кого-то с практики чисто практика вот у меня была чисто практика я не знал никаких теорий религиозных вот не христианских не не христианских каких-то допустим вот не мусульманских не там иудейских никаких не знал вообще даже что бог как говорится яснули что вообще он существует бог как таковой и что очень есть какой-то мир помимо того мира который вот я знал всю жизнь тогда небольшую свою еще жизнь вот на двенадцать с половиной лет вот соприкоснулся с этой вечности и это это соприкосновение небольшое соприкосновение изменила полностью всю мою судьбу вообще другую сделала жизнь мою вот потом пришли теории какие-то опять-таки разные теории приходили но вот я прислушивался к тому что было внутри меня вот допустим мой товарищ он давал мне там тогда сам издат был популярен на машинке печатные печатали вот под копирку начали вот эти копии распространяли вот какие-то такие особенно и такие духовные может произведения ну кто что в союзе не печатали отнесло то чтобы было как бы цензура запрещена даться советской вот и многие там допустим какие-то духовные вещи стали попадать мне потом в руки вот от моих товарищей художников но внутри у меня вот вот тут бог с ним пережил встречу да не отзывался никак вот и я старался и вникнуть них в эти какие-то работы киты сочинения но понимал что это ничто вот это не то совсем не то не тут бог вот когда я читал слово божье библию да то то у меня это отозвалось сразу вот это я внутри даже прям аж мне мне это настолько было приятно вот на настолько вот когда слова и иеремии пророка читал я там так говорит господь и а дальше нам слов слова пророчества как раз значит и получается и обед хама и уже будущем новом завете вот у меня все отозвалось прям внутри что на сердцах напишет вообще потрясающая история ну как будто жизни а у кого начинается с теории религиозной теории но мне честно говоря таких людей очень жалко вот особенно очень жалко людей которые выросли вот в семьях религиозных таких двр знаменитых феноменов вот как бы и другие как бы значит покалеченные такие души как правило вот хотя опять-таки разные есть истории разные исключения если есть правила вот но когда религиозного вот кстати саша шевченко сакраменто он возил меня специально привозил там значит кладбище такое большое славянское вот и вот это все вот двр и все основном вот люди погибли молодежь наркотики алкоголь блуд вот по ножовщина это еще ерунда какая-то вообще вот и и все верующие баптисты писядники вот значит выросшие как мы с молоку матери христианство воспринявшие как бы вот еще это знающие все как бы любого проповедника завоза пояса пнут вы знаете ли доктринально безукоризненно многие из них были прекрасно знатоки всего но однако же пустота внутри глубина это пустота бездна вала просто-напросто и он показал это это вот 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 одно из путешествий которые мне как бы и для меня как иллюстрация он мне так объяснил как иллюстрация наша неправильная доктрина была вот значит я понял что должно родиться свыше не важно кто это писядник там баптистам тебе должно родиться свыше вот православное которые кто кто угодно должен переродиться духовно и мне это очень понравилось рассуждение тогда очень сильно понравилось на самом-то деле да вот рождение как раз и знаменует тот опыт который не теоретически да не теоретически который то есть что-то внутри да открывает слово божье как обоюдоострый меч который проникает в разделение я не слышал реально нигде не слышал проповеди да всюду все говорят что разделяет так слово божье разделяет так обоюдоострый меч который разделяет дух и душу да но к сожалению там написано проникает в разделение то есть разделение уже есть она проникает в разделение не написано что разделяет и маленький дюанс и соединяет интересно ну да вот это разделение он пробивает как раз такое новое прочтение да и духовный опыт начинается в душу выливаться но и начинаем мы начинаем его осязать чувствовать осознавать и применять то есть радость я могу применять в жизни печаль тоже применимо страх применим все чувства ну за мышление все какие-то вещи кроме каких-то концепций понимаете да все применимо и вот это духовные вещи которые начинают в душу вливаться они тоже начинают быть применимым мы можем заменить их поймать а мне все равно там сбьются теории земля плоская или круглые доходом квадратную треугольная какая мне разница есть здесь живу и наслаждаюсь тем что есть бог там создал землю за семь дней за шесть дней или эти шесть дней это не наши дни не солнечные дни но равно понятно что логичнее но какая разница в принципе реально мы лезем в какие-то нам важно знать что хорошо что плохо как правильно как нет но эта информация абсолютно не применима для нашей жизни то есть это опять какие-то догма какие-то правила какие-то непонятные вещи которые забивают наш ум и вот вот шоры на глаза одевают и мы согласно им начинаем мыслить но она не применимо абсолютно мы читаем начинаем вычитывать начинаем что-то из откровения из даниила еще что-то про последние не рамагедон вместо любви мы начинаем движим и быть страхом боятся там айди карточку сделать штрих-кодек стирают староверы покупают все таки но стирают но это те же ну то есть мышление тех же категорий может просто чуть-чуть выше чуть чуть ниже но как мой сын ну да сколько а так от фонаря 8 отлично говорю молодец красавчик хорошо тебя ночи научили вместо теперь учебы будем играться больше учиться не будь и вот вот каждый каждый да вот суть религии увидел солнце нарисовал солнце и теперь всем показывать нарисованные вместо того чтобы вести Bundeskare я видел к ihr картинке кстати мне очень понравился даже себе копировал такую картину такую как раз да там настоящий солнце какой-то там человек стоит вам теперь показывал в там настоящий солнце до него пошол к orgasm от нарисованы да если что вы тоже классные lyrics акции сам в рамочке человек стоит молоток он бьет 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 пробил эту рамку, дырка образовалась, из осколков он сделал педестал, поставил молоток на педестал и молотку поклоняется. Потому что я теперь свободен, а остался в рамочке. Оставляй молоток, оставляй все и иди в свободу. Теперь тебе молоток, чтобы рамочку бить не нужен, ты в свободе. Иисус путь. Иисус это тот, который ведет, который не зацикливается на себе, который знакомит с Отцом, который есть образ Отца. И мы познаем Отца, преображаемся в Отца и становимся братьями. Иисус зовет, войди, войди, войди в радость Господина, да, войди, прийди, будь во мне, да. А мы стоим у ног, да, и поклоняемся. Ну да, кстати, тоже в христианстве много, вот за эти годы, тоже видел и слышал таких песен, да, хорошая какая-либо песня, но вот в церквях даже, да, приди, или я при тобою сейчас преклонюсь, там, все, вроде бы хорошие слова, но с каким-то душком таким, вот, каким-то душком неправильным. Неверие. Да, вроде неверие, вроде я бы, вот я здесь, а Бог здесь. Четкое неверие. И вот это вот настолько, вот оно, такой душок, такой нездоровый какой-то создает, и оно, как бы, может не сразу, но постепенно, как бы, отравляет человека, как-то его естество, как-то отравляет, это понимаю. В евреям про горький корень написано четко, ну вот. Который погубит все. Вот. Ложка дегтя, в бочке меда даже, отравляет бочку меда. Да, да, да. Это правда. К сожалению, да. И вышел сеятель сеять, понимаешь? Да. И одно зерно упало на хорошую землю, другое на туда, 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 туда. Пришли какие-то обстоятельства, пришли люди, пришла церковь, тебе рассказала, и потеряно царство. А, ну да. Да. К сожалению, да, бывает так. И опять нужно сеять, просто, с самого начала. Но это хорошо. То есть, Иисус говорил, то есть, все, что придет буря, придет вода, вот, и снесет здание, которое на песке построено. Да. И велика потеря будет написана, и я радуюсь таким потерям, честно. Вот в своей жизни таким потерям я очень сильно радуюсь. Конечно, можно строить, скажем, по-хорошему. Теперь стало понятно, это не устояло. Это построено на песке, не на фундаменте, не на камне, не на понимании, не на связи со Христом. Не на каком-то, ну, оно на каких-то иллюзиях просто стояло. Оно разрушилось. Аллилуйя. Аллилуйя. Так что пусть все эти постройки, которые на песке, пусть смоет их вообще. Аминь. Это точно. И радуйтесь, родные, радуйтесь, когда какие-то такие вещи происходят, вся ваша вера шатается. Ага. Настоящее не пошатнется. В настоящем вы только утвердитесь. Не ожесточайте просто свое сердце. Это как пастор говорю. Ага. Вот когда будет такая ситуация, а она будет, свое сердце не ожесточайте. Понимаете, это Бог делает, чтобы вы посомнились лично в нем. Но это не в нем, это в своих пониманиях Бога. Да, да. Чтобы стали настоящими. Чтобы свой Бог рухнул, свои представления, ложные представления рухнули. Чтобы истина его старшествовала. Есть огромная разница между тем, я прихожу к тебе вот таким, вот таким, вот таким, вот таким, потому что мне научили. Я знаю, ты хороший, ты такой, ты такой, ты светлый, ты праведный, ты честный, ты великий. Ну, у меня в своей куча концепции, я пытаюсь тебя в своей концепции, в свою коробочку вместить. И между тем, что, а я не знаю, кто ты. Походу, ты любящий, но я не знаю, реально. То есть Иисус показывает, ты любящий, но какой ты любящий, я не знаю. Насколько и вообще. Настолько, что отдал своего сына, но мне нужен этот опыт лично теперь бережи. Да, да, да. То есть я понимаю факт свершившийся, я понимаю крест, я понимаю, что вот так ты любишь, а теперь это мне нужно. В моей жизни. Не вот здесь понять, а просто ходить любимым. Быть просто малявкой большого-большого папы, который меня любит, который в меня влюблен. И жить под этим взглядом, чувствовать его на себе, осознавать и понимать. И из этого выходит моя жизнь. И тогда уже уходят страхи, уходят все вещи, уходят даже христианские какие-то, это там страшно. Страшно, во-во-во-во. Предубеждение, суеверие какие-то. Да, суеверие, предубеждение, они входят полностью. И тогда ты читаешь про Бога, и оно сообразуется с твоим личным опытом, богопознанием. И еще больше твой опыт направляет. Да. Ты тогда можешь понимать, вот этот опыт чуть-чуть левенький, а это, о, вот это, вот это то, что было у Павла, у Иоанна, этим Иисус жил, о, отлично. Да. То есть ты свою жизнь соизмеряешь с ихними жизнями, а не читаешь вот это вот «не всякому духу верьте», да? А как средство достижения чего-то. Да, 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 опять пытаются найти в Писании жизнь, а не в жизни, не во Христе. И вот это мышление реально, ну, оно начинается с простых вещей. Перестань понять, значит доверять, что Бог настолько велик, что Он в состоянии меня направить, даже если я заблуждаюсь в чем-то. Да, также написано у Иеремии, кстати, о прочестве, о Новом Завете, что даже если пойдет человек первый раз, он не добудется, потому что Бог ведет его. В этом суть Нового Завета, да? Бог ведет, то есть если мы поверим в это, мы доверимся, откроется наше доверие, Он поведет. И это видение будет настоящим. Вот в чем прикол. Да. Мы не будем все сверять, все пробовать и всего бояться. Угу. Даже Бога перестанем бояться. Соломон красавчик, он классный, он самый мудрый человек, и он говорит «начало мудрости – страх Божий». Это начало мудрости. Но начало! Совершенство мудрости – это любовь. А любовь изгоняет страх. Ну да. Вот логика Нового Завета. Да, да. И какой бы ни был Соломон, какой бы ни был Илья, какой бы ни был там, не знаю, все пророки, Моисей и Авраам, самые малые в Царстве, больше, чем все они вместе взятые. Да, они тоже были такие же люди, как и мы. А Иисус нас не людьми сделал. А Иисус свыше, сошедший. И мы понимаем, мы абсолютно новое творение, мы неизмеримы. Они прообразы того, кто мы есть. Да. Мы такие же, как Христос. И мы начинаем открывать просто реальность в себе. Его реальность, да. А не мыслить вот такими шаблонами. Вот так, вот так, иначе в ад пойдешь. Первое, что ты перестаешь бояться, это ада. Да. И Давид говорит, даже в ад спущусь, и ты там. Ну, перестаешь абсолютно реагировать на любой страх, на любые вещи. И когда тебе что-то говорят, если оно не соизмеримо с твоим мышлением, твоя первая реакция, вау, интересно, давай послушаем. У нас, не, не, это что-то не чистое, это что-то не то. Ну, то есть, понимаете, понимаешь, да? Да, да, да. То есть, даже если там, не знаю, кто-то про медитацию кто-то скажет. Ну, так, знаешь, я уже не говорю про какие-то моменты оккультные, знаешь. Вау, может, что-то интересное там, Господь. И мы сразу с Иисусом, с Богом начинаем это все просто разлагать, осознавать. Нет, 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 это не чистое, это неправильно, я не хочу это слушать. Как можно быть христианином и слушать там музыку? Ага. Ну, это те же шоры, это тот же страх, это неутвержденность во Христе, это еще даже не детство, это младенчество. И это круто, если каждый себе просто признает, правда, и я младенец во Христе. Я еще совсем младенец. Кстати, сейчас вопрос, я прочитал мельком так быстренько, значит, что человек покаялся, рассказ про какого-то человека, покаялся, значит, но не растет, как бы вот Христу расти в нем, или ему бы в Христе расти, вопрос такой прозвучал. Покаялся? Да, обратился. Стоп, стоп, стоп. Покаялся – это перемена мышления, это ноя. Может, исповедовал свои грехи, но не еще не покаялся. Ага. Просто покаяние тоже по-разному, мы разный смысл в это вкладываем. И вообще, вот спасение. Если человек идет путем покаяния, перемены мышления, он уже растет. Уже плоды начинают производить, ну, то есть, он начинает плодоносить. Я, может, понимаю даже, о чем идет речь, то, что во многих очень церквях, вот, особенно на Ивановских церквях, да, значит, протестантских современных церквях, такая электриктрина есть. Вот я прочитал, допустим, за кем-то, или кто-то прочитал за мной вместе молитву, определенную молитву покаяния, то он вроде уже покаялся уже. Все. То есть, как бы уже вроде свершилось уже. Это та же шаблонность. Да, да. Вот. Это та же шаблонность. То есть, вполне возможно, что такой человек, он даже и не покаялся, значит, и он еще и не родился даже. А, возможно, и родился. Короче. Кто-то из Португалии говорит, привет. Слава Богу, да. Всем святым португальцам, в Португалии, радоваться. Выход из этого один. Начинать осознавать. Начинать поднимать и уходить от подмены понятий. Как я видел эту вывеску, знаешь, в Одессе баннер. Встретимся. В воскресенье у меня дома. Подпись Бог. А, да. И адрес церкви. Я видел такую в Днепропетровске, кстати. И в Днепропетровске. Да, видел то же самое видео было. И христиане такие, вау, круто. Ага. Мы тоже себе такое сделаем. Ага. А ничего, что это вранье. Да, маленькая ложь, она портит все. Даже бывает полуправда хуже, чем откровенная ложь, кстати. Полуправда, да? Полуправда. Бывает хуже, чем откровенная, прямо иногда ложь. Это реально. Вот фраза, которая вырвана из контекста, и которым мы живем. Да. Этот, Игнатий Лайола. Так. Мы читаем, то есть приписываем ему фразу, что цель оправдывает средства. Ага, слышал такое, да. И это сказал Игнатий Лайола, основатель ордена иезуитов. Иезуиты, в принципе, по этому принципу и жили, и правили Европой там сотни лет. Ну да. Так. На самом-то деле, Игнатий сказал так. Цель оправдывает средства, если это цель спасения человеческой души. Ага. Так. То есть любыми средствами ради спасения. Ага. Но не просто цель оправдывает средства. Не, ну тоже получается, что если цель спасения души, но какого понимания спасения души? Не, я с этой фразой абсолютно не согласен. Можно тоже по-разному что-то подать. Абсолютно не согласен. Но важно иметь продолжение, да, вот всю мысль, на самом деле, науровая. Ну, понимаете, да? Да, да, да. Если мы начнем осознавать в нашей жизни, что такое церковь? Да. Кто такой Бог? Кто такой я? Даже кто такой храм Бога? Да. Не что такое? Да. Кто такой храм Бога живого? Да, да, да. И где встречаться с Богом? И вот такие моменты, да, покаяния. Человек, даже, вот реально, в Библии, пара, аллахим, адам, и создал Бог человека. У нас Адам это имя. У Бога Адам это просто сущность, которую он создал. Да. Он создал человека по образу своему. Угу. У нас Адам просто имя, а человек это Homo sapiens, мудрая обезьянка, то есть абсолютная подмена понятий и абсолютно другое значение. Вот тут то же самое, мы услышали покаялся человек, как прочитал молитву, это не покаялся. Угу. Сто процентов. По старому уже не получится. Вот это покаялся. Вот это чуть-чуть, да, вот это мышление уже изменилось. И дальше будет меняться. Да. А если просто читать молитвы или ходят на споведь, то в этом толку мало. Абсолютно. Это точно. Вот в результате получается, человек исповедовал грехи, но не растет. Ну, конечно, не растет. И Бог вообще не смотрит на наши грехи. Угу. Он простил во Христе, принявил с собой мир вообще. Да. Ну, то есть... Не смотрит на Христа. Тут вопрос просто неграмотный. Теологически неграмотный. Но, к сожалению, да, это преподается вот так. Но наша задача вырваться из этого. Выйти, искать правду и найти ее. Угу. Соединить сердце с разумом. Подчинить разум сердцу. Угу. И воле. Вот. И перестать. Вот действительно быть открытым к новой информации. Быть открытым к новым знаниям. Быть открытым. Половина протестантов не спасены. А в том числе, что половина... Нет. Давайте, давайте, может, еще разберем, что такое спасение. А, да. О, кстати, да. Хорошая тема. Да, да, да. Что такое спасение? И скажу сразу, что значит, что и протестантам, и православным, и католикам все нужно спасение. Все нужно родиться свыше просто. Рождение свыше. И что такое рождение свыше? Что такое спасение? Даже слово созу. Так, созу, так. Греческое, да, спасение. Так. Вот, которое мы переводим как спасение. Да. Оно многозначное. Оно означает прощен, оправдан, исцелен, освобожден, перемещен с тьмы во свет и полностью защищен, веден духом, да, и, ну, направляемый и в полной защите и безопасности под крылом у Бога, скажем так. О, вот. Вот это спасение. Здорово. И мы стяжаем свое спасение. Угу. Если ты болен, ты не спасен. Угу. То есть нет полноты спасения. Нет полноты спасения. Точно, интересно. Спасение включает даже смерть. Угу. Спасен от смерти. Ага. Это не что-то такое тоже мифическое и иллюзорное, да, я вот, ну, проживу эту жизнь, да, и пойду на небо. Это часть, маленькая часть спасения. Лишь маленькая-маленькая часть, что будут спасены, но как головня из огня. Угу. Павел говорил, я бегу, стремлюсь познать, как я был поздно. То есть я не считаю себя достигшим. Есть спасение, как разные этапы, что ли, спасения. Ну, скажем так. Да, можно сказать так. Спасение от ада. Встреча с Богом, переживание вот этого, первое, да, обращение к Богу, переживание Бога. Потом само вот это спасение, как вся жизнь, да, путь. И потом спасение, завершающий уже этап, уже вечность, уже все, все. Последний этап спасения. То есть мы, мы стремимся, мы достигаем, как написано, мы оправданы и совершаем свое спасение. Угу. Павел пишет. Угу. Вот. И это, 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 это процесс. То есть спасение, как я умру, ну, можно сказать первый этап спасения? Можно так назвать, да. Но это не спасение в полноте своем, что можно успокоиться и сказать да. Ага, ну да. Да, мы спасены по благодати. И тут как раз Лютер и с католиками поспорили, но в принципе доктрина католическая, она более правильная, чем доктрина Лютера. Угу. Что спасение по благодати, но твои дела показывают результат спасения. Угу. Что не только спасение по благодати и все, независимо от дел. А вот этот момент, что дела уже показывают твое спасение, являют, проявляют, как по плодам узнаете их. И вот по твоих делах можно, видно, человек спасен или не спасен. Угу. Не делать что-то для того, чтобы спастись. Не-не-не-не-не-не. Это извращение, которое... То есть, ну, доктрина правильная. Ну, вот Лютер-то против этого извращения как раз и выступал. Лютер выступил против извращения самой церкви, да, но не против доктрины. Ну, то есть, а наткнулись на доктрин. Ну, да. То есть, они сами шли против своей доктрины же. Ну, лицемерили просто. То есть, не шли путем спасения, о котором говорили. Ну, стандартная история, в принципе. Вот. Если мы начинаем осознавать, и мы идем, ну, вот, понимаете, то есть, вот тут как раз вот этот личный опыт, он все равно подталкивает и показывает, и говорит, да, вот этот опыт, да, общения с Богом, вот. Чем отличается спасение от рождения свыше? Вот как раз тут, вот тут то, что мы говорим. Родился свыше, родился от Бога, ты его сын. Ну, да. Ты начинаешь совершать свое спасение. Угу. А вот как раз первый шаг спасения, да? Да. В общем-то, да. Да, да, сто процентов. Старт, это как бы, да. Ха-ха-ха. Автоматически. Тут можно философствовать много, знаете. Вот это вот сейчас... Смопа автоматически не очень нравится. Да, тема благодати, да, которая... Мы автоматически спасены. Да, мы спасены, теоретически мы автоматически спасены. Точно так же, как мой сын совершенный. У него есть руки, у него есть ноги, у него есть, ну, все-все-все. Он совершенный человек. Только он только недавно научился, как бы, еще не научился себе задницу вытирать. Ну, извините, только недавно научился на горшу, ну, ходить в туалет. То есть, в том плане, он несовершенный. Как человек, он совершенный. Угу. Он автоматически это делается, это делается автоматически, но не нужно ему мешать. Ну да, только помогает. Но ножа я ему сейчас не дам. Ну да, он правдноватый. И машину я ему сейчас не дам. Ну да. Ну, все нормально. Вот, тут точно так же. Да, мы автоматически перенесены. Да, весь мир, ну, как бы, искуплен. Да, весь мир искуплен, по сути. И мы идем в путь спасения, это путь этого осознания. То есть, мы уже, как бы, в глазах Бога совершенны. Да. Как мой сын совершенны в моих глазах. Да. Он похож на меня, он мой образ, но еще не подобие. Угу. Он еще не в состоянии, мои интересы, как бы, быть продолжением отца. Угу. Угу. Уже проявляются какие-то черты. И если мы это понимаем, мы нормально соотносимся и не спорим. Так все-таки спасены мы или не спасены по благодати? Ну, вредовые просто вопросы, без элементарного реально понимания, вырванные из контекста. Угу. Ну, вот тут честно, ну, 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 смешно иногда вот так. И кто-то спорит, доказывает, нет, Павел написал. Ага. Ну, без элементарного понимания. А если вы это действительно поймете? Желание и познание Христа Я воспитывать не буду Мой сын видит Как по молитве папы боль уходит То есть нужно было Наверное 2-3 раза за него помолиться После того как он Ударился он бежит Папа, папа помолись мне больно Он же не дурак Рассудил, понял, да Он прекрасно умеет рассуждать И он прекрасно понимает Он видит как бесы уходят Он видит как папа молится Он видит чем папа занимается И как это все работает И он уже начинает молиться Я его вообще не учу Он видит чем папа живет И тем же начинает жить И он начинает этим жить Ему интересны дела папы Ему просто реально интересно Быть в папином присутствии Даже если тут бес проявляется И папа его гонит А он сидит на руках И в безопасности И все классно И так дальше Сейчас я отсюда возьму вопросы Потому что так плохо видно Да нет, нормально все И я не воспитываю Реально Я не воспитываю в моем сыне Ничего Во Если Бог живой То он живой Я знаю одно Знаете что я пытаюсь в моем сыне Как бы вложить в моего сына Чтобы он отвечал за свой базар Чтобы его да было да А нет нет Если я сказал пойдем Значит пойдем Если я сказал не хочу Значит не хочешь И все И я этого уважаю И после этого Когда он придет ко Христу Его да Иисус мой Господь Будет настоящим да Осознанным да А не будет вот таким тряпочным Ой лишь бы спастись А потом ну можно как-то вырулить Да нет не вырулить Ты умираешь Твоя жизнь закончилась И он к этому Потихонечку Потихонечку готовится В простых моментах Не будешь кушать Хорошо не надо Через полчаса Так я кушать хочу Так ты же сказал Не будешь кушать Значит терпи И все Окей я сейчас Включу В ответы Да И пока хочу ответить На вопрос Что было сказано Что Если папа Если отец неверующий Вы знаете Я вырос в семье Атеистов Абсолютных атеистов Вот И мамы И папы Мои Были Абсолютными Атеистами То есть Никак не религиозными Абсолютно Хотя Моя мама Из мусульманской семьи По матери Татарин И мама Но опять таки Вся мусульманство Наша была Это чисто Культура Это никак не была Религия Абсолютно И действительно И папа И мама Были атеистами Притом Убежденными Были атеистами И знаете ли Но несмотря на это Бог Пожалуйста Нашел Дорожку К моему сердцу К моей жизни Поэтому даже За детей Которые растут В семьях Вот именно Ну казалось бы Не верующих Атеистических А все равно Бог-то Он выше нашего И атеизма И выше нашей веры Выше нашей религии Выше нашей традиции Вот И Бог заплатил За весь этот мир Он создал Весь этот мир И свою любовь Доказал ко всему этому миру Благодатью Мы спасены И вообще-то Спасение Не только для отдельных Групп граждан Для отдельных Религий Для отдельных конфессий Для номинаций Для Не знаю Отдельных сословий Каких-то Нет Спасение для всех Бог хочет Чтобы все люди спаслись И достигли познания истины И действительно Спасение Бог Примирил с собою Весь мир Не вменяя Всему этому миру Всем этим людям Даже если ты будешь Ленин, Сталин Мауза Дун Чикатило Гитлер Все в одном лице Хоша Мин И прочие Все тираны Чушеску Какие-то еще тираны Какие можно назвать Допустим И может ты Допустим Убил сотни миллионов Душ Или миллиард Убил Человек на земле Все равно Зная одно Что Бог Любит тебя И Он примирил Он все грехи твои Простил Абсолютно все Потому что Он отдал Свою жизнь Свою кровушку За нас За всех И поэтому Он знает путь К каждому человеку К каждой душе человеческой Абсолютно Я в этом глубоко убежден Вот Но Конечно Особенная Честь Особенная привилегия Когда в семье Верующих Растет ребенок Который видит На примерах Уже видит В реальной жизни Не просто Где-то даже Вычитал Или услышал А видит сам Как люди исцеляются Как больные исцеляются Как бесы выходят Как Обращаются люди К Богу Переживают Вот этого покаяния Возрождения Удивительно Конечно Это Благо Тут вопрос Вот сейчас Услышал Ключевое спасение Вот Где вы упомянули Исцеление Исцеление Тень Тень Исцеление И пусть И пусть это будет Прообраза Получив Власть исцелять Остается тайной Не вскрывайте Сказала Вот Все равно Я тебя убью И у него Депресняк Это свыше его силы Да Он говорит Жить больше не хочу И это Фактически Прилог Его дисквалификации Как пророка То есть Бог говорит Да Но ты не один такой Не зазнавайся Не надо Вот эти Свои понты Депресняк Гордыню Да И один остался Да Есть еще Четыре тысячи Или пять Не помню Четыре да О Не помню Ну ладно Там Сколько тут Тысяча Вот Таких как ты Так что Не надо Вот этих Тут мне Понтов Вот Но Твое служение Как пророка Закончилось Иди Теперь И помашь И научи Пророкам Елисея То есть Ты теперь Становишься Учителем Пророков Но Не пророк Для Израиля И вот тут Вот тут Этот момент Родные Вот эти все вещи Это ваша защита Не надо Рваться Не надо Всем показывать Не надо Всех учить Не надо Пройдите Этот этап Когда из вас Рвется Всем рассказать Про Христа Вот эту энергию Вы направляете На познание Христа А на других Не распыляйтесь Даже Иисус Кстати Избежал Этого искушения Очень мудро Помните Исцеление ноги Особенно по началу Он говорил Никому не сказывайте Никому не говорите То есть Не потому что Там А был еще Процесс Еще становления Еще Процесс Укрепления Как он Допустим И до 30 Возрастал В благодати И в этом Служении Тоже ему Нужно пройти Какой-то Период Когда Не говорите Никому А потом Покажете Священникам То есть Был этап Очень четко Виден Такой этап А потом Были Прилюдные Чудеса Знамения Даже в жизни Иисуса Не говоря Про нас Про христиан Конечно Да Да Так что Друзья Аллилуйя Исцелилка Соглаза Вопросы Да Еще Господь Много Чудес Сделал Родные Если Рассказывать Про чудеса Это Часа Никой программы Не хватит Только По телефону Реально Просто По телефону Алло Вот За 3 года Около 5 тысяч Исцелей Только По телефону Только По телефону Только Вот Я принимал Звонки То есть У меня Был Даже Тариф Прикол У меня Был МТС Тариф Такой Что За входящие Звонки Мне Там Денежка Капала Я Мог Тратить Эти Деньги На Связь Я Не платил За связь У меня На счету Было Тысяча Гривен Входящих Только За молитв Много Звонили Ага Много Звонили То есть У меня Плюс Был Постоянно 800 тысяч Гривен Ага Вот Ну правда Сменили Сейчас Тариф Ага Вот Ну Полгода Назад Сменили Тариф И все Эти Бонусы Загорели Вот Ну Но Не суть Вот То есть Это Не понты Каждый Так Может Жить И И Призван Жить Но Не спешите Просто Не спешите Понимаете Ваша Задача Здравость Духовной Жизни Это 80% Это Мои Личные С Иисусом Моя Тайна С Иисусом А 20% Это Публичные Это Айсберг Понимаете Вот Реально Лишь Верхушка Видна И Ну Я тоже Рисую Обычно Как иллюстрацию Айсберг Верхушка Блистающая Она Прилюдная А вся Остальная Глыба Основная Масса Она Под этой Темной Водой Пусть Втайне Вот Когда Вы молитесь Физически Ангелы Появляются Пусть Шарики Летают Возле Вас Пусть Понимаете Дождь Проходит На Под вами Такой Круг Да С Звездами Да А вокруг Стадиона Просто Дождь Льет И вы Так Там Каждый раз Когда вы приходите Молиться Так Каждый раз Вот такое Проявляется Пусть 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 Время Идет Вспять Когда 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 На Молитве Пусть Нереальные Чудеса Когда Минус Сорок Вам Жарко Вы До Футболки Раздеваетесь И ходите То есть Но это Все Тайна Переживайте Это Ради Переживаний Пусть Вот Этот Интим Будет Интимом Понимаете Не нужно Это Вот Вот Это Понимаете Иисус Как Говорил Закройся Правильно Отец Который Видит Тайна Воздаст Тебе Явно Это Не Твоя Вообще Задача Делать Это Все Явно Оно Случайно Как Получается Реально Снимали Случайно Помолились Но За Таких Молились Раз Десять Больше Чем Десять Раз Скосоглазие Со Всеми И Все Один Раз Просто Ну На Виде Ну Классно Но Не Суть В Не Надо Делать Из Этого Что Большое Такое Не Не Давайте Большое Делать С Того Что Мы Начинаем Осознавать Мы Начинаем Понимать Мы Переживать И Мы Влюбляемся Еще Больше 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 Вот Там Просит Телефон Как Раз Кифа И Помолиться Вирусная Болезнь Глаз Евгений Хорошо Евгений Ты Тут Он Сейчас На Связь Да Ты Сейчас На Связи С Лучше С И Вот Сейчас Сейчас В Комментариях Будешь Писать Хорошо Ложи Руки Сейчас На Глаза И Улыбайся Иисус И Прямо Сейчас Этот Вирус Сдохнет Вся Тяжесть С Глаз И В 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 Пошло Огонь Тебе В Глаза Да Слышит Огонь Тебе В Глаза И Будь Свободен Полностью А Теперь Наблюдай За Глазами И Напиши Я Развучу Класс Спасибо Иисус Спасибо Легкость Приходи Свободу Приходи Соглашаемся Правда Дарим Жизнь Евгению Евгению Да Просто Дарим Тебя Жизнь Аминь Полное Восстановление Восстановление Всей Жизни Да Благословляем Тебя Не только Глаза Вообще Всей Жизни Да И Финансами Посреди Нас Благословляю Тебя Абсолютной Переменой Твердостью Вот Этим Всей Немощью Вот Эта Вся Тяжесть Вот Эта Вся Неуверенность Пусть Идет Полностью Из Твоей Жизнь Пусть Поражает Это Все Огонь Божий Оживай Класс Совершаем Спасение Все Аллилуйя Аминь Идем путем Этим Дальше Аминь Классно Аминь И телефон По которому Можно звонить Если что Эфир Закончится Эти комментарии Потом все равно Пропадут А телефон Люди услышат Можно огласить Ну Свидетельство Напишешь Вышли Не Вообще Чтобы кто-то звонил Еще тоже Кто Желает Свой номер Назови Чтобы люди Могли звонить Тебе Мне? Потом Да После А 095 095 Да Это Украина МТС 875 1632 Ага Еще раз Можно лучше 095 875 1632 Да Если из-за пределов Украины То не забудьте Плюсик Плюс 38 Там Вайбере Можно Там В фейсбуке Это проще В фейсбуке Писать А вот Богдан Написал Да А вообще Значит Да В фейсбуке Вот И И меня И Кифу Можете найти Мы там Сложную деятельность Поведем То что Бурдую Знаю То что Семьи помолятся Или Я помолюсь Понимаете Это нету разницы Эффект тот же Бог тот же То что Вы начнете Просто славить Бога За то Что я Исцелен Спасибо Боже Что я Исцелен И потратите На это Часов Пять Вы увидите Результат Не 15 минут А так Реально Так Немножко Безумно Углубиться Так вот Углубиться Просто Действительно Нырнуть С головой Вы увидите Результат Можно ножки помочить Приехал к морю Допустим Просто пятки Замочил По щипотку Походил в воде Можно так А потом сказать Друзья Я был на море И я даже Заходил в воду Даже по щипотку Молодец Конечно Герой Но это же Ну Скажет И И Ну и все Хорошо Я видел море Я ощутил его Довольствую себя А можно Другой год Приехать Допустим И по колено Походить в воде Он скажет Ну молодец Ну а что дальше Ну а дальше И так 40 лет Потом По пояс Походил Вот А вообще Надо Нырнуть Реально Ощутить Это все Своей шкурой Всем И сестом Своим Просто Ну вот Пример Прогулочки Тут же Самый Да В рассол И И не всплывать Вот И Главное Заповедь Огурца Не дергаться Расслабься Все Будь в нем Просто А то Горца Ничего не требуется Просто Пропитывается Все этим Рассолом Это к тому Что слово Баптизу Означает Это очень глубокое Откровение Родные Что Бог Все держит Под контролем Это очень глубоко Что ты понимаешь Что ты можешь Довериться В надежные руки Перестать Волноваться Париться Беспокоиться Мучиться Мучиться Вот это Вот это Все Что мне делать Как мне делать Стоп Стоп Бог все Держит Под контролем И у меня Реакция Одна Радость Аллилуйя Господь Не радость Что он Решит А просто радость Решит он Или нет Просто радость Я в надежных Руках Аллилуйя Вот Классно Маленький резный Так Маш Только И вот Такие же Вещи Мы тут Начали Про шаблоны Смышления Закончили Исцеление Насчет Шаблонов Исцеление Тоже Просто Начать Понимать Как оно Работает Что это Сила Которая Идет Что не суть Исцеление Как бы я Не объяснял Технику Лучше Раз Попробовать Ну да Просто Солваниться И даже В телефонном Режиме Просто Попробовать Ну Видите Поймете Суть Вот Вот тут То же самое И с Богом Лучше Вкусить Разочек Как благ Господь Лучше Пережить И понять Выкидайте Выкидывайте Своей жизни Полностью Все Все догмы Все правила Все вот эти законы Вот так должно быть Вот так есть Бог с такой Воробой Он такой Он сякой Умирайте Для оценки Умирайте Для познания Добра и зла Умирайте Для этого Да Это не ваша Задача Бог есть Любовь Этого достаточно Чтобы любить И Понимаете Какая разница Круглая земля Или плоская Это Как-то я по-другому Буду ходить По ней Вот реально Какая разница Иисус придет Через Еще там Н тысячи лет Или он скоро Гребет Какая разница Если я занимаюсь Своим делом Мне хоть завтра Приходи Все нормально Я чистой совестью Распростертыми Объятиями Его встречаю Ну То есть Вопрос готовности Это не напрягать себя А просто Стиль жизни Ну Реально То есть Не в делах Все заключается И Это все Относится Вот Мы начали Насчет Протестантов Католиков Православных Ага Вначале Да Интересно Те говорят Те неправы Те говорят Те неправы Те говорят Те неправы Родные У каждого Есть свои Классные вещи Своя правда Свои классные вещи У каждого Есть свои Огромные плюсы И вещи У которых Можно Огромные плюсы